всем привет своим канал все для города здравия дорогие подписчики гостям канала у меня на открытые грядки посажены 5 томатиков 5 томатик посадил вот но естественно я рассаду не свою покупала купил на рынке а вот они какие-то помидоры кутузы вот такие вот не знаю что за сортами говорил круглый да круглые круглые видите какие вот поначалу пасынки обрезал а потом как бы на самотек пустил они сами росли там как бы не видно были помидоры есть или нету вот сегодня уже конец месяца думаю наберу хоть зеленых потому что будет фитофторы они все почернеет и говорит уже некоторых чернеет помидоры не срывает и чернеет как заставить эти помидоры краснеть одновременно сейчас расскажу как значит берем солнечную погоду раскладываем вот так вот помидоры на один час солнечную погоду потом все убираем куда-нибудь или в ящик или куда-нибудь ведро темное место и они у вас зреют сразу то есть они краснеют вас сразу все то есть не по одной то есть одна по как с ней другая нет они сразу все краснеют разом то есть им нужно было на солнце полет полежать один час то есть раскладываете на какой-то стол солнечной погоды час полежали все забираете убираете куда-то в темное место и все они как-то там дня через четыре все разом покраснеет будут красные уже сочные такие сладкие вот но это я говорю не знаю что за сорт такой кто знает что это за томаты какие-то вот там еще в теплице у меня а в теплице короче у меня помидор не было то есть там было посажено 7 плетей помидор они как бы цвели а завязи не было я их короче вот где-то 25 числа вы выдернул все выдернул там только на одной были две помидорки их оставил вот остальные выдернул и на них место посадил 5 огурчик но не знаю может до сентября не может не дорастут ну вот сегодня сейчас вот буквально сегодня 30 сорвал вот эти какие-то кутузы и блин не знаю чё такие семена продают я думал они кругленькие хотя будут типа бычье сердце блин или еще чуть но вроде он говорил типа бычье сердце блин вот они должны такие быть блин этот внизу они такие вот ну нарвал сейчас корен сейчас у нас сегодня пасмурно солнечную погоду разложу они покраснеют вот так столько я набрал у меня опять плите все конечно надо было заниматься их там было как бы поставить какие-то коли растянуть полирует как бы на веревочку их вытягивать видимо не высокорослые потому что они они прям разли росли выше такое у меня дуги там где-то сантиметр 70 выше дуг еще туда вы еще и блин там рукава такие метра под по три наверное и цветут а зависти мало вот ну вот а свои у меня не получились я как бы помидоры привез но мы дорога их они сломались у меня да не были плохие там все было три сантиметра помидорами что-то нихрена или земля такая плохая сажал надо специально подготовлены землю они вообще нихрена и помидоры не росли перец я не стал вы это сажать думаю да ну его нафиг от перецами с ним возиться еще бы там бывает всем перчин немножко там одно время было полно перчин как-то позапрошлый год 22 год или 21 по моему я перца привез целую сумку было много хороший был толстый такой перец но рассаду я сам делал вот а когда покупаешь готовую эту рассаду и томатов и неизвестно что ты как какие помидоры будут поэтому видите они все какие-то ребристые такие вот какие-то кутузы принесли что за сорт такой вот уже фитофтора проявляется видите чернота вот надо было раньше было вот эти фитофтора появился уже все они могут и почернеть даже но посмотрим который не почернеют вот то заставлю чтобы они покраснели но почернеют все выкинули поэтому надо свою конечно рассаду чтобы вы уже знали какие помидоры будут хорошие или плохие круглые мне нравится круглый мне раньше мы сажали а сибирские они такие небольшие где-то ну 70 грамм но их было много вот потом бычий сердце сажали ничего принципе нормально потом этот оранжевый сажал хурма называется тоже были хорошие такие оранжевые помидоры они скороспелы не раньше созревали и были сладкие вот а ведь я не знаю ведь уже фитофторос уже сегодня 30 фитофтора уже на помидоре уже появился бы короче надо было мне двадцать пятого собрать их бать и херс не ночью вот такая но меня особо помидор есть нельзя принципе говорят луч огурцы и и дети но огурцы фитофторосом не болеет я помидоры сажал на белую прозрачную пленку в один рядок пять штучек посадил их вот и огурцы сажал на белую прозрачную пленку тоже вот потому что я сажал всегда на агро волокно там утратил еще там много разное такое тряпочные материалы на белую на черный сажал и все это в середине июля уже огурцы огурцов меня не было плети уже были засохшие из-за того чтобы лили проливные дожди несколько дней и земля нас вся переувлажнена была и корни у огурцов все загнивали там я чем только не и молоком еще чем-то мазал и ни хрена ничего вот в этом году огурцы посадил на белую прозрачную пленку то есть от этого от корневой гнили корневой гнили у меня нету то есть и когда льют сильные дожди всегда земля под огурцами под пленкой она всегда сухая только она мокрая там где вот эти поливы горловина поливочная там только вода может попасть и все а так земля сухая и огурцах не проявляется корневая гнили всегда будете сажать на пленку огурцы в открытый грунт но в теплице понятно вот но в теплице там еще два две плети помидоры но там тоже помидор нет нифига на тоже вы вырвать их без рая нифига нету в теплице именно вот такой сорт помидор не знаю что за сорт помидорами что уже видите проявился так вот фитофтороз уже один раз мы тоже набрали помидоры они блин все почернели и я прям их выкидывал из окошко бросал бы ну не знаю посмотрим вот то есть одна с фитофторозом а остальные вроде чистенькие все я все мелкие маленький набрал ну там может быть поедим сколько что это вообще замухрышка какая-то ну ладно спасибо за просмотр ставьте лайки жмите на колокольчик я в основном огурцами занимался а помидоры так это какие-то ребристые помидоры вот один такой такой зашел такой это он какой-то кутузы блин непонятно что это за сорт какой-то кто может сажал такие ребристые я первый раз вижу чтобы такой помидор был ребристов основном они кругленькие такие но пускай зеленый но гладкий кожи и все спасибо за просмотр с вами канал всю долгородность у нас по некам 30 июля как бы лето уже заканчивается август уже в августе уже и ночи холодные огурцы уже в августе плохо расти будут в теплицах будет расти а так в открытом грунте я думаю они еще растут до середины августа там уже наверно они начнут засыхать уже потому что уже нижние ряды огурцов уже я собрал уже огурцы уже плодоносят на верхних рядах спасибо еще за просмотр всем пока пока подписывайтесь на колокольчик